Дорогие студенты, учащиеся, преподаватели, люди Московского университета. Дорогой Михаил Сергеевич, каждый университет гордится своими выпускниками. У каждого университета есть выпускники, которые играют огромную роль и в жизни своего университета, в жизни сообщества, в жизни страны и в жизни мирового сообщества. И каждый университет старается показать и гордиться своими выпускниками. Московский университет гордится своими выпускниками. На сегодня у нас встреча с выпускником, который принес славу Московскому университету, с выпускником, который очень много сделал для того, чтобы мы могли вот здесь так учиться и так быть. Мы сегодня встречаемся с выпускником юридического факультета Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Михаил Сергеевич, мы вас приветствуем и рады встрече с вами в Альма-Мата, в своем родном университете. Я скажу прямо, что я думаю, была бы совсем другая история у Горбачева, если бы я не прошел Московский университет. Все то, что случилось со мной, а случилось всего много нехорошего и не очень хорошего или просто плохого, это жизнь моя. Это тот сценарий, который разворачивался после уже окончания Московского университета. Меня поражали некоторые вещи, которые, в общем-то, помогали мне понять суть, ситуацию свою собственную, нынешнюю. В последнее время, в эти дни, вы, наверное, может быть, и видели, слышали, читали. Я много выступал по поводу 20-летия, многие выступали. Опять дискуссии идут острейшие. Как будто только вчера-то началось, и мы еще не знаем, что с нами будет. Вот остро все идет. Но это лишь просто говорит, что перестройка, как процесс политический, экономический, социальный, всеохватывающий процесс для нашего общества, он коснулся всего. Я думаю, нам надо решаться. Я убежден, что будет невыносимо трудно. Ни у кого так реформы трудно нельзя было, как у нас. Мне думается, что сейчас как раз период вот такой. Идет попытка прояснить отношения, степень доверия между обществом и правительством. И мне кажется, что, в конце концов, люди необразованные и молодые должны не прийти к этому. Мы проходили разные периоды. Но история нашей страны свидетельствовала на всех ее этапах о том, что мы великий народ. И нам есть чем гордиться. Давайте 19-й век вспомним, когда великая русская культура зарождалась вся в Московском университете. 20-й век и Советский Союз, это был век огромной рывка в научно-техническом прогрессе. Все, на чем мы сейчас летаем, ездим, плаваем, все было сделано конструкторами в то время. Весь космос, ракеты были сделаны тогда. Система образования была лучшей в мире. И это тоже наша гордость. Мы пережили трудные времена перехода. Но я бы хотел вас всех попросить очень бережно относиться к своей истории. И хранить то, что лучшее, что достигла наша страна. Без этой гордости у нас нет будущего. Поэтому я категорически не приемлю те высказывания и ту позицию, которую отрицает наше прошлое. Это наше прошлое. Это наши березки, наши родители, наши семьи. И мне кажется, что лекция Михаила Сергеевича как раз позволяет нам поразмышлять. Он рассказал о трудных переменах, о трудных переходах. Но все-таки хорошо, если все мы вынесем из этой блестящей лекции и откровенного рассказа вот нашу главную мысль. Мы должны быть патриоты. Мы должны любить свою страну, любить свой Московский университет. В этом и была цель сегодняшней лекции.